Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife! Всех приветствую! Сегодня в Чипу говорить о новостях. Так, в проекте цифрового доллара говорится, что пилотный проект, проведенный совместно с Western Union по использованию CBDC для трансграничных денежных переводов, обнаружил множество потенциальных преимуществ. И проект цифрового доллара работал с Western Union, BDO Unibank на Филиппинах и iCentury, над последним пилотным проектом разрабатывая и настраивая платформу с использованием DLT для моделирования платежной инфраструктуры, необходимой для перевода цифровых долларов в филиппинские PESO. И партнеры отмечают, что благодаря мгновенным расчетам они увидели снижение контрагентского кредитного риска. Кроме того, расчет CBDC позволяет передавать стоимости сообщению в рамках одной транзакции, рассчитываемой атомарно, тем самым снижая стоимость капитала, приняющегося на предварительных пополняемых счетах. Между тем, цифровой доллар повышает доступность и мобильность денег в цифровой форме, что приносит пользу тем, кто не имеет доступа к банковским услугам и не имеет доступа к ним. И подтвержденный цифровой кошелек может помочь снизить уровень мошенничества, ускорить расчеты, гармонизировать требования юрисдикции и свести к минимуму неудачные транзакции. Также еще одна новость, XRP превосходит эфириум как самый популярный альткоин в Южной Корее. И данные показывают, что более 20% трейдеров в возрасте от 20 лет взаимодействуют с XRP, что является самым высоким показателем среди любой возрастной группы в стране. А южнокорейский эксперт по криптовалюте говорит, что эта тенденция показывает, что трейдеры теперь предпочитают краткосрочные инвестиции в криптовалюту. И инвестиционный портфель трейдеров в стране ориентирован на краткосрочную прибыль, а не на долгосрочные инвестиции. А высокий интерес к XRP показывает, что трейдеры больше реагируют на краткосрочные проблемы, чем на долгосрочный взгляд на рынок. Между тем, XRP изо всех сил пытается восстановить положительную динамику. Также еще одна новость, адвокат Джон Диттен объясняет, как компания Ripple может продать XRP через ODL в США без юридических проблем. Так, у компании Ripple всегда было разрешение продать XRP за границу без юридических проблем. И это связано с тем, что юрисдикция SEC ограничена Соединенными Штатами. В результате регулировщий орган не имел законоправда контролировать продажи XRP за рубежом. А Диттен подчеркивает, что именно поэтому компания Ripple в свою защиту утверждала, что 95% ее продаж XRP были за пределами США. Однако проблемы возникают, когда Ripple придет XRP в США. Хотя есть гипотетическая ситуация, которая может юридически помочь Ripple облегчить продажи XRP в США. Например, компания Ripple может продать XRP в зарубежном учреждении, таком как Банк Англии. После этого Банк Англии мог бы продать XRP американскому учреждению, такому как Банков Америка. То есть, по сути, все элементарно. И Джон Диттен подтверждает, что эта схема будет находиться в рамках закона. Он подчеркивает, что с помощью ODL учреждения взаимодействуют с XRP не как с ценной бумагой, а как с промежуточной валютой. И получается, что если Банк Англии продаст XRP Банку Америки, это не будет являться инвестиционным контрактом, поскольку участвующие учреждения будут обрабатывать XRP только в течение 3-5 секунд. И в заключении видео еще одна новость. GitHub и XRP Ledger Labs, создатели кошельков XUM, объединяются, чтобы давать больше активов в XRP Ledger. И положительным моментом является то, что XRP Ledger сможет взаимодействовать с сетями СЭПа, SWIFT, Биткоин и Эфириум, благодаря последнему партнерству между двумя крупнейшими организациями GitHub и кошельком XUM. Данное сотрудничество добавляет возможности включения и выключения для 14 активов, включая Биткоин, Эфириум, Лайткоин, Обернутый XRP, Flare и несколько других. Это большой шаг вперед для экосистемы XRP Ledger, поскольку сотрудничество призвано предоставить больше возможностей и удобства пользователям по всему миру, а также облегчить розничное внедрение криптовалютных платежей. Это будет способствовать внедрению XRP других цифровых активов в экосистеме DeFi и обеспечить совместимость различных блокчейнов. А в прошлом месяце XUM добавил Topper, это инновация от Uphold, которая предлагает новый переход от фиатных денег к криптовалюте, что особенно полезно, поскольку транзакции производятся в широко используемых валютах, таких как доллар США, евро или фунты стерлинги, а затем конвертируются в XRP. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравится мое видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok